Всем привет, дорогие друзья! С вами Максимлена Джонс, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру под названием Помня. Ну что ж, давайте собираться, а куда мы с ней пойдем? Диалога у нас с ней не будет, ладно. Может чайку, Ась? Нет. Может надо было всю игру умываться, типа мыть руки. Позвонить некому. Все. Сегодня мы только вдвоем с тобой, Ась. К тети Галли... А, к тети Галли нельзя зайти. Сохранение. Я так думаю, что это вроде как последний день, скорее всего. Куда мы с ней можем пойти? У меня еще здесь не открыто ничего и здесь не открыто. Так, а что, куда пойдем? Ты ведь подскажешь, если я что-то позабыла? Мне просто наводку нужна. Да, конечно, подскажу. Такое чувство, что город будто и не мой. Она вообще все начала забывать. Смотрите, воспоминания. Хорошие цветы я тебе здесь в пятом классе нарвал. Только потом тебе влетело по первое число за осквернение клумбы. Тема заложил. Ревновал, аж зубы скрежетали. Наш Тема? Или какой-то другой? Вы потом вроде неделю в молчанку играли. Конечно, наш. Чего кому-то чужому тебе ревновать? Не давал мне с тобой у единицы. Я ему тоже. Везде втроем ходили. Как ты на меня смотрел, помню. А чтобы кто-то еще... Я уж думал, она забыла... О, точнее, она все вспомнила. Экономили на всем. Даже цветы не срынки. Но она теперь и Артему забыла. Романтика. Твои цветы у меня потом стояли, пока не опали последние лепестки. Я так думаю, скорее всего, в конце играем мы друг с другом будем единственные, кого мы будем помнить. Типа я ее, она меня и все. Но я так и думал, что перед парком будет воспоминание. Что здесь было? Что? Я бы тут еще побродила. Наша остановка. Часами сидели здесь, по вечерам и болтали. Вечно в парке ведь торчали. Из ворот нам по домам в разные стороны было. Так остановку и полюбили. Автобусы думали, мы их ждем. Не закрывали двери, чтобы мы сели и торопили гневными гудками. Автобусы смотрелись уютно. Вокруг темнота, только их нутро освещено. А в салоне ни души. Однажды все же прокатились, помнишь? Нарезали круги по городу, пока автобус не поехал на отдых. Кто-то пошутил. Подан свадебный экипаж. Ты еще залился краской. Даже в вечером скудном свете было заметно. Блин, я помню одну ужасную ситуацию, конечно. Но потом я его покарал. Пропустил осу в компоте, несколько дней молчал. А тогда водитель не стал нас гнать. Хотя его смена закончилась. Ждал, пока нам самим надоест. Поглядывал на нас с доброй улыбкой. А нам все было мало. У нас в парке был зоомагазин. И там, получается, зоомагазин сам находился на втором этаже. И на первом месте был как... Ну, вход такой и сразу лестница. Я со своей первой девушкой, получается, зимой, когда гулял в парке, мы туда заходили по Греции. Там целовались, я помню. Мы там тусили, болтали, все дела. И получается, кто там проходил, смотрел на нас, улыбался. Нам тоже было так стыдно. Мы уходили оттуда, но потом возвращались, потому что холодно. Может, не узнают. Мысль в голове вертится, свербит, дразнит. А о чем она, пойми еще. Все вокруг да около. Тебя подсадить? Спрячемся от невзгод в нашем ветролете, как в старые добрые времена. Ветролет. Сначала все поправляли, а потом сами стали повторять. Алмаз нас испортил. А еще он любил с тарзанки в пруд нырять, чтобы на всех брызги летели. Ни тарзанки, ни лесенки, по которой мы забирались на дерево. Так скоро и дубы не останутся. Да, нет, дуб еще долго здесь простой. Лестница, тарзанка. Мне больше всего запомнилось, как монгол на одних руках по тарзанке на дерево залезал. А мне больше запомнились твои летные очки. Пилот ветролета. Полное погружение в роль. А мне еще больше запомнилось ты за книгой в отцовском кабинете. Любовался тобой в бинокль. А мне... Мне запомнился ты. Как в солнечный день на твоем лице плясали тени от листьев. Весь пятнистый был. Насчет очков. Я помню тоже где-то в возрасте 14 лет. Я хотел себе очки. То ли... Получается сама модель так называлась, либо еще что-то... Авиатор. То есть они были прикольные. А что это такое? Такое чувство, что город... Ну, никаких ассоциаций с этим местом. Это типа здесь как пустое воспоминание? Хм. Странный какой-то шаг. Либо... Ааа, это видимо пустые воспоминания в плане того, что она забыла. Если бы мы во время игры сделали что-то иначе, то это воспоминание бы осталось. Возможно так. Вот мы и у школы. Вот, здесь воспоминания есть. Так, отлично. На крыше школы мне хотелось, чтобы мы с тобой стали деревьями. Двумя дубками. И вечно были бок о бок друг с другом. С выпускного мы бы сильно разрослись. Почему с выпускного? Я про недавнюю субботу. А мне вспомнился выпускной. Тоже ведь забирались. Юность, свобода, вся жизнь впереди. Любое море по колено. Ну, не знаю. Субботняя ночь на крыше, возможно. Главное, что со мной случалось в жизни. А что особенного случилось в субботу? Ты меня пугаешь, неужели забыла? Мы в твоём рассветке... Это... Она забыла уже? Хм. Мы на выпускном так сидели. Но не вдвоём, но всё же. Ах, она всё уже забывает. Здесь наши фотографии были. Я хотел их ей показать, а что такое... А, Алмаза встретили. Вот и снова пересеклись наши дорожки. Куда путь держите, гуси-лебеди? Кажется, я забыла не только отца. Миш, кто твой приятель? Алмаз? Наш друг детства? Это он? Не вовремя я вам встретился. Пойду. Не буду напоминать о своём существовании. Не уходи, останься. Если я тебя забыла, давай познакомимся заново. Ещё успеешь. Побудьте вдвоём, пока можете. А, ну типа то, чтобы мы вместе пока побыли, пока мы всё не забыли. Вот здесь мы где-то были с ней вдвоём. Вот здесь, наверное. Чего? Я точно помню, и в предыдущей серии здесь наша фотка висела. Что за бред? Точно наша фотка висела, её нету. Эй. Пожалуйста, скажите, что всё обойдётся. Блин, я не уверен. Почему моя-то фотка пропала? Это безумно странно. Ладно, давайте на станцию попробуем ещё пойти. А нас случайно вот этот ветер не ведёт к воспоминаниям? Смотрите. Это оно, оно ведёт к воспоминаниям. Помнишь, рок-группы и Свердловска у нас в этом городе? Ну, не Агата Кристика. Ой, Свердловска? Прикольно. Это ж мой родной город. К нам в закрытый город пустили идеологически вредную рок-группу. У нас много вообще исполнителей музыкальных. К нам был на последнем издыхании, вот и пустили. Нам лет по 14-15 было. Наверное, это меня папа не пустил, чтобы плохой музыкой вкус не портила. Как ты забыла? Я тебя ещё на шею посадил, чтобы ты сцену лучше видела. Значит, я с тебя свалилась и повредила голову. И я ещё одно воспоминание видел. Вот, ветер ведёт нас. Это интернат. Где мои 15 лет? Хотел бы я на равных со здешними ребятами играть. Ты чего? Когда мы тут играли? Всегда детдомовских избегали. Я не про детство. Я про тёти Галину тени рождения. Пока Зинаида за снимком ходила. А, дети вокруг носились. Ну разве это игра? Мы важное поручение выполнены. Это она ещё помнит. Не нравишься ты мне. Контрольный вопрос. Что за снимок дала нам Зинаида? Помню мы тёти Галине собирали, а вот кто какую фотку дал? Ну нет, тут даже я уже не помню, кто какой давал. Зинаида нам выпускной дала. Ага. Ага. А разве не ты? Чего Зинаиде наше выпускной у себя держать? Я очень боюсь того момента, когда мы всё забудем. А вот это воспоминание. Я его даже не заметил из-за куста. Голубятни ведь строили ещё владельцы старого дома, деревенского. Его уже нет, а Голубятни всё стоит. Кто-то здесь жил. То ли алмаз, то ли монгол. Она сама зажила. Одноклассница. Варя, Маша. Почти. Здесь ты. Сама жила. Вот чего меня голубятни ночью понесло. Вы сюда переехали, когда твоему отцу квартиру служебную дали? Стало быть, он здесь работал. В НИИ, что ли? Будто про другого человека слушал. Ох, грустно всё это, сохранение. Ладно, хватит. Пошли домой уже. Успокойся. До нашей встречи неделю назад ты что, каждый день обо мне помнил? Ну, вообще-то да. Нам всем пора двигаться дальше. С тем же успехом можно со смертью бороться. Это необратимо. Это пока есть кому навещать. Скоро все на их месте окажемся. Ни за что, а зачем. Легко любить близких людей. А попробуй совсем чужих. Скоро мы ими станем. Ой, как бы я этого не хотел. Значит, ещё стоим чего-то. Балда. Мы вечно виним мир вокруг за то, что чем-то обделены. Радуйся тому, что было. А было у нас замечательное детство. Иди ко мне. Блин, на самом деле, если и правда такое будет существовать, то это ужасно. Это... Если просто представить себе такое, это же ужас. Мы где-то в какой-то другой вселенной или что, или во сне. Мы тонем? А мы могли идти отсюда. Мы могли сбежать. Блин, я не знал об этом. Чуть не подумал. Ой, я, наверное, концовку себе испортил. Я не могу думать, что происходит. Я мышкой управлять не могу. Восемь на пять. Аси уже, наверное, рядом нет. Снова на работу. Как лень. За время карантина совсем отвык. Блин, он Ася забыл, походу, всё. Ну, походу, мы всё забыли вообще. Оба где-то? А, нет. Я думал, можно со стаканом взаимодействовать. Мы даже не раздевались. Кто завтракал? Почему я ни с чем взаимодействовать не могу? Откуда грязные тарелки? Чёрт, я понял. Я, кажется, понял. Зима же на дворе. Прошло несколько, может, месяцев, недель. Мы забываем помыть посуду. Хватит откладывать. Пора поговорить с теми, кто был у меня родителями. Оу, чё? И даже они меня забыли. Вообще, все друг друга забыли? Подождите, я же отцу позвонил, незнакомка. По какому вопросу? С чего вы взяли? Допустим. Но у него уже другая семья. Чего я вам желаю. Мне это не по душе. Всего доброго. Твою мать, всё жопа. Вообще, всё забыли. В большом мире меня никто не ждёт. Интересно, если бы я тогда убежал с оси, и что-нибудь бы изменилось или нет? Ох. Видимо, чемодан надо с собой взять. Все друг друга забыли. Теперь я здесь почти чужой. Всё откладываю. А, он собирается уезжать отсюда. Серьёзно, мародёры появились? Может, сосед вернулся? Ты кто такой? Это моя квартира! Это же это, Катя, если не ошибаюсь. Да, я не выдумываю. Ладно тебе, не дуйся. Посмеяться уже нельзя. Помоги, будет здорово. А замок? А, мы не можем сразу починить? Сделительно нет. Обещал поддержать девочку. Сохранение. Так, ладно. А как мы ей поможем замок починить? Ну, давайте повозимся. В чём проблема? А как? Типа, сначала на станцию всё-таки надо сходить? Ну, я не знаю, как чинить. Ладно, давайте ещё к тёте Галле попробуем подняться. Может, она нас узнает? Или Алмаз с Артёмом. Если они ещё вместе живут. Пацан сверху? Я не пойду к вам строить кораблик. Скоро мною родители будут непослушных детей пугать. Хм. Престаётся своим корабликом ко всем. Ну, я понял. Пацан, значит, с тётей Галлей живёт. Катя от своего квартира вернулась. Ну, как замок починить, я не знаю. Видимо, я потом смогу вернуться. После работы, хотя я собрался уезжать, вроде как. А это что за место? Похоже, люди выбрасывают вещи, забытое родни. Грустно всё это. Ребёнком я играл. Ходил след в след, чтобы своих не оставлять. Почему бы не попробовать? Давайте попробуем. Магазин тут зашёл. Ой, в магазине ни разу не... Это Ася? Может, она нас помнит, а мы её нет? Хватит меня преследовать. Целая неделя передышки и вот опять. Я уж думала, смирился. Зачем смирился? У меня всё по-старому. Мы всё обсудили. Не важно, что было между нами. Не могу же я тебя любить просто по старой памяти. Я прошлого не помню. Самолюбие за мой счёт тешишь. Не типа того. Отвянь. Если хочешь что-то на память обо мне, вот кораблик. Мой одноклассник умел сказать. Так это и я складывал. Лучше кому-то из нас уехать. Твоими здесь правда диском. То есть, люди вообще друг друга не помнят, но... Помнят, что видели неделю назад. Раньше я мечтал о дальних странах. Может, исполнить мечту. Сесть на корабле. Давайте за ней ещё пойдём, что бы и нет. Может, получится и вспомнить нас. Вот больной. Блин, а что бы и нет? Хотя, может, до милиции, конечно, дойдёт дело. Но я не хочу так заканчивать. Что мы просто уедем. Она реально от нас убегает, блин. Но это на самом деле жутко. Так, конечно, никогда не делаете. Звук гитары. А вот и полиция. А, это монгол. Он меня не вспомнит, скажет, что ты девушку преследуешь. Отстанет, девушки. Сил смотреть на это больше нету. Уже говорил и не раз. Даже при мне. Никого не стесняешься, хотя вещи обсуждаешь личные. Сержант, но это монгол. Я уже сказал. Отвалить. Или я как сотрудник... Теперь у меня репутация городского сумасшедшего. Приму меры. Ещё вопросы. Только недавно из больницы. Да, это монгол. Зажили. Мне проще. Я в милиции служу. Посмотрел на погоны и сразу я... Вроде всё перетёрли. Детей с пожара таскать, это тебе не на форточке кататься. Это он помнит. У тебя всё? Спокойно. Народ делом занят. Сначала стена, потом ещё. Направили энергию в конструктивное русло, так сказать. Мелкое что ли? Доложу директору приюта. Ну смотри. Что-то ещё? Этот парень у него ещё... Да, это алмаз. Или драгоценный камень? Рубин? А, нет, алмаз. Точно, алмаз. Куча для тебя всё? Ты вроде всё. Чё, попробуем до оси пойти? А куда она убежала? Следы-то пропали. Ну, я думаю, она у дуба, наверное. Стоишь? Сбросил листья и спишь. Подъём. Поговори со мной. Я же знаю, ты помнишь, как мы раньше жили. Так не молчи. Нет, у дуба её нет. Может, в ней пошла на работу. Нет. Всё, и следов нет, ничего. Куда-то она пропала. Ну, может, так и задумано было. Надо сходить с алмазом попрощаться. А, это Артём, привет. Узнаёшь хоть ты меня? Мне шёл помочь. Лишние руки не помешают. Видишь, сколько работы. Я историк, и моя профессия восстанавливать прошлое. Правда, не думал, что придёт. А вот это меня дёрнули за язык, согласиться. Дело с таким недавним. Местами своим личным. Это верно, но я пока тут задержусь. Всё-таки моя малая родина. В Москве я отпросился. В институте меня, разумеется, тоже не помнят. Это та же самая стена. Может, мы здесь есть всё-таки на ней? Да, появились. Миша Снегов. Ну, вот мы с Асси. Так, надо зайти с Алмазом ещё попрощаться. Если уж мы уезжаем навсегда. Можно ещё с ним поговорить, нет? Искусство требует жертв. Ладно, всё. Ничего себе. Ну, вот это, конечно, угроза. Ладно, ребята, я пошёл. Надо бы до станции дойти ещё. Интересно, в школе кто-нибудь есть? Смотрите, здесь ещё остатки лагеря. Вряд ли они здесь на холоде находятся. А, нет, находятся. Это кто? Вот и всё. О, тётя Галя. Хорошо, парнишку взяла к себе на попечение. Не могу без дела сидеть. Людей это не заменит. А с кем общаться, если всех забыла? Только по делам дело и имеешь. Это ты верно подметил. Мы вот сто... Что примолк? О чём думаешь? Пригласила бы тебя в гости, да только мой парнишка чужих всех боится. Кто ещё остался? Я вроде... Это Серёга, что ли? Да это Серёга. Кунда-Стиляга. Мы вроде со всеми попрощались. А ты мне хоть, Виталик, узнаёшь? Вставай к окошку в очередь. У контролёра отметиться надо. Где его только ночь? Тогда за работу. Видишь, люди ждут. Ты работать будешь или рассуждать? Да иду, иду я. Внимание, пассажиры. При обнаружении подозрительных предметов... Не так много приехало людей. Эти карточки остались? Интересно. Да, остались. Позвоните кому-нибудь могу. Ладно, за работу. Бежать сейчас или никогда? Если сяду за эту машинку, то это на меня. Не, я не хочу бежать. Мы остаёмся. Вдруг всё изменится. Это я помню. И тебя помню. А вот это не помню. А, это Ольга. Это девушка с теляги. А это кто? Они хоть знают, куда едут. Ось пришла. Она уезжает. Снова ты. Ладно, принимай пропуск и ни слова больше. С сегодняшнего дня вся инфраструктура страны постепенно будет возвращаться к штатному функционированию. В частности, будет возобновлено междугороднее сообщение. Сложной остаётся ситуация с жильём для разделённых семей. Новых постояльцев готовится принять общежитие и даже гостиницы. Детей распределяют по интернатам. В случае усыновления пока немногочисленные... Всё в поиске ехал. Ладно, я особо не торопился. Надо вернуться домой Кате помочь. Конечная. Мы остались дома. К лучшему или худшему, кто знает. Подожди. За окном ещё пара минут, и начнётся рассвет. Мне пока нет пяти. Я спешу подрасти, чтобы увидеть буфет и конфетные фольги конфетти. Мама спит. По подушке вот бот поползёт. Первый солнечный жук. Я её не бужу. Вот она улыбнулась во сне. Вот сменил свою тень абажур. У меня есть на даче шалаш. Мы с друзьями там спрятали клад. От макушек добят. Обливались водой. Каждый год жарким летом, играя в солдат. Первый выпавший зуб под подушку кладу. Ночью фея за ним прилетит. Драть не в детском саду. Суслик, суслик свести. Знаешь, мама, я больше туда не пойду. Завтра важный экзамен. Баба свил себе, досвинтил. С задних два колеса. Мама, я иду сам. Мам, я еду без рук. Посмотри, я пытаюсь достать небеса. Нам бы вернуться, вернуться на миг хотя бы. Нам бы вернуться, вернуться на миг хотя бы. Нам бы вернуться, вернуться. Первый класс. Мне на даче сорвали огромный букет георгин. Мне купили пенал, тетрадь. Я умею читать, а еще умножать на один. Мне поставили пять. Я счастлива сбегаю с продленки играть во дворе. У меня восемь соток. И все-таки с вот таким сотом я снова пасую в игре. У соседа по парте дракон в томогоче. Он снова его воскресил. Дракон хочет есть, хочет спать. Дракону опять не хватает игрушечных сил. И повесим на руках. Тот, кто первый сорвется, слабак. Тот, кто последний атлет, мне уже десять лет. Я сцепился в турник, слонавстяк, жал кулак. Сорвутся я нет. Нам бы вернуться, вернуться на миг хотя бы. Нам бы вернуться, вернуться на миг хотя бы. Нам бы вернуться, вернуться на миг хотя бы. Нам бы вернуться, вернуться. Мне пятнадцать. Я гелевой ручкой на пальцах рисую тату. Когда я подрасту, обязательно стану пиратом в Карибском порту. В институт не пойду. На пруду погулять с тобой, что ты имеешь в виду? Мы скользили по льду, целовались в саду. Я не помню, в каком мы расстались году. Завтра важный экзамен. Мне мама желает удачи. Питак в шмарке. Я пошел на легкие, куча дар в руке. Пару раз посмотрел, не ухвал вам. Никем у меня в рюкзаке. Тут билет с зачеткой. Вся королевская рать. Самый легкий вопрос. Я стою, не готовясь. И первый, как Хронос, иду отвечать. Мне поставили пять. Я счастливой сбегаю по лестнице. В новую жизнь молодой агасфер. Не встречавший Христа и воржи. До небес доросли этажи. Я сменил три работы. В залоге машины. Мне нечем платить за кредит. Старый друг не звонит. Переехал отец к новой женщине. Мама не держит обид. Я и сам разведен, говорят по статистике. Люди разводятся чаще мостов. Что такое любовь? Я забыл это, видимо. Что ты из прошлого. Что ты из снов. Помню, что у меня. Был на даче шалаш. Мы с друзьями там спрятали клан. Вот бы мне механизм. Маховик, временную петлю. Что-нибудь, чтоб вернуться назад. Первый выпавший зуб. Видно, много курил. Запишусь на неделю к врачу. Мама будет у меня. Говорит, что я громко ночами к кому-то кричу. Что взрослеть не хочу. Мама, спи по подушке. Еще не пополз первый солнечный жук. Я тебя не бужу. Ты о чем-то вздыхаешь во сне. Поменял свою тень абажур. Мне пока нет пяти. Я спешу подрасти, чтобы увидеть, что спрятал буфет. Подожди. Взак нам еще пара минут. И начнется рассвет. Ну что ж, дорогие друзья. К сожалению, у нас здесь такая грустненькая концовка. Хотя я не уверен, грустная она или нет. Я решил остаться в городе. То есть я не погнался за Аси. Тем более она все забыла. Ну, вряд ли я смогу ее влюбить. Учитывая, что она считает меня манейком. Музыка была прекрасной в конце видео. Скорее всего, монетизацию снимут. Но у меня ее и так нет. Так что ничего страшного. Зато вы насладились прекрасной музыкой и визуальным рядом. Проект на самом деле шикарный, как по мне. То есть то, что я читал в отзывах, большинство либо резко негативные, либо наоборот очень положительные. Мне данная игра безумно понравилась. Это прекрасная история, хоть и с грустным сюжетом и грустной концовкой. Хочу поблагодарить разработчиков за прекрасные проекты, которые они делают. Также вас, дорогие подписчики, что были со мной и что прошли этот путь со мной до конца. С вами был Максимилиан Джонс. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok